Приветствую вас, и если супруга говорит о том, что нету любви, нету ласки, нету того тепла и так далее, то это говорит о том, что во время декрета она отжитывает себя достаточно не свободно рядом с вами, и после того, как устроилась на работу, глотнула свежего воздуха, вкусила новую жизнь, поняла, что, в общем-то, семья ее только лишь ограничивает. Ну, это в данном случае личный кризис человека, и то, что вы можете сделать, это постараться как-то разнообразить вашу жизнь. То есть, во-первых, нужно проявить спокойствие, выдержку, сказать, что дорогая, хорошо, я тебя понимаю, значит, я понимаю, что тебя что-то не устраивает, понимаешь, что ты несчастлива, я хочу сделать тебя счастливой, поэтому давай попробуем, попробуем следующее. Мы постараемся, вот, дай, допустим, там, какое-то время, скажем, полгода. В течение полгода я постараюсь разнообразить нашу жизнь, как-то радовать тебя, делать сюрпризы, дарить подарки, в общем, как-то постараться, чтобы ты очистила себя женщиной, чтобы вновь пробудить в тебе какие-то чувства ко мне. И если по истечении полугода у тебя ничего не получится, ты, по-прежнему, будешь чувствовать себя несчастной рядом со мной, то тогда мы с тобой разведемся. То есть, здесь очень важно, чтобы вы проявили столько ствердости, выдержку, и были направлены все равно, несмотря ни на что, на желание своей женщины, на желание своей супруги, на ее счастье, на ее благосостояние, на ее душевный комфорт. И если она увидит, что она не в такой ситуации, вы все равно нацелены, направлены на нее, то это поможет ей быть в большей степени в вас увереннее, в большей степени вам доверять, быть ближе и даст возможность положиться на вас. Своей стороны, вы постарайтесь определить, что ваша женщина любит, что ей нравится, чего ей не хватает именно в вашей семейной жизни, и необходимо постараться ей это дать. То есть, приводить все усилия для того, чтобы женщина получила то, чего ей не хватает, то, чего она хочет, и то, что она не получит. Для этого, для начала, попробуйте забрать информацию о том, что ей нужно, что ей нравится, что ее привлекает, что ее эмоционально вовлекает и так далее. И после, исходя из своих возможностей, из своих ресурсов, дайте ей все вот то, что ей нужно. И начните самого главного. То есть, самого приоритетного для вашей супруги. Вот если вы будете двигаться в этом ключе, то вы сделаете все возможное, чтобы удержать супругу рядом с вами. Ну, а если после того, как вы хотите это сделать, она все равно захочет от вас уйти, опять-таки, вам остается только принять этот выбор, потому что рядом с вами она тогда счастлива не будет. К сожалению, разводы случаются, и от этого никуда не деться. Поэтому вы поймите только, что если женщина с вами не будет счастлива, то она и ребенку тоже счастье не принесет. То есть, если вы будете насильно удерживать в кругу рядом с собой, то вы тем самым навредите не только ей, но и ребенку тоже, и себе. Прямо-то вы не будете получать от своей жены то, что вам нужно как мужчине и как человеку. А это также будет раздать негативные последствия для вас, для ребенка и для нее самой. Поэтому вы попытайтесь. Но если не получится, будьте готовы жить дальше. Будьте готовы принять реальность такую, какая она есть, и продолжать свою жизнь, продолжать свой путь, искать свои счастливы уже с другой женщиной, но с пределением обязательно и проанализировав опыт, который вы получили с твоей супругой, для того, чтобы не повторить их ошибок в будущем. Потому что, ну, все-таки 9 лет, точнее, 10 лет, которые вы прожили вместе, срок большой, и если она вот в такое время знала только сейчас, когда она вам, кто не любит вас, то значит, все-таки какие-то ваши действия могли привести к тому, что либо чувства у нее учили, либо она начала ощущать откровенный дискомфорт. И, скорее всего, это рутина, бытовая рутина, однообразность и так далее. Вот это нужно убирать, и стараться, если даже именно с ней у вас невозможно вернуть отношения, то в будущих отношениях обязательно постарайтесь это свистить к минимуму. То есть понятно, что быть он будет. Быть он будет. Быть он от слова быть, да, то есть он в любом случае будет. Но человек, во-первых, как бы может правильно относиться к быту, воспринимать его как что-то само собой разумеющееся, да, и не тяготиться от него. А может воспринимать его как что-то негативное, противное, и желать от него избавиться. Но, по сути, избавиться от того, что в любом случае будет невозможно. Если ваша женщина пытается избавиться от быта, то, скорее всего, у нее есть какие-то внутренние проблемы, конфликты противоречивших, которые можно попробовать помочь ей разрешить, для того, чтобы она обрела понимание того, чего она, собственно говоря, хочет. Поэтому, если это так, то вам можно и нужно посоветовать ей обратиться к нам на ресурс, чтобы мы помогли ей разобраться уже со своими проблемами. И, возможно, это поможет вам сохранить семью. А, возможно, и нет. То есть тут все зависит от вашей направленности по отношению к женщине. Что вы хотите? Сохранить семью любой сыной или сделать счастливой вашу женщину любой сыной? Так же. Вот, для начала ответите себе на этот вопрос, а дальше уже, на весьма скат от света, будете действовать в направлениях, которые я вам описал. То есть там подходит как и для одного решения, так и для другого. Поэтому все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Надеюсь, что вам будет полезно эта аудиозапись. Если понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...